Не было ни отопления, ничего там, кроме удобства, то, что свет и газовая плита, больше не было удобства. Все были на улице, а здесь, естественно, все дома, здесь все очень хорошо. Так вспоминает свою прошлую квартиру на локомотивной 70 Марии Симкиной. Но жизнь в доме, где не осталось места для заплаток, ушла в прошлое. В своей законной 58 квадратных метров семья Симкиных дождалась. Теперь горячая вода, отопление и развитая инфраструктура – не мечта, а реальность. Старый барак супруги покинули без печали и грусти. К хорошему быстро привыкаешь, признаются новоселы. Находится кухня. Квартира двухкомнатная, очень хорошая, теплая. Нам все очень нравится. От всего нашего дома, который переехал сюда, мы говорим большое спасибо губернатору, большое всем людям, которые работали с нашим домом, с нашим переселением. Все дома здесь, все очень хорошо, нам очень нравится. Всего 11 семей получили ключи от квартир в домах 48 и 52 по проспекту генерала Тюленева в Заволжье. Переселенцы из ветхого и аварийного жилья стали обладателями новых комфортных квартир в одном из динамично развивающихся микрорайонов. Сейчас новоселы постепенно обживаются на новом месте и знакомятся с соседями. Поздравить ульяновцев с радостным событием приехал глава Ульяновска Дмитрий Вавилин. Спасибо, обживаемся, к хорошему быстро привыкается, так что мы уже очень хорошо себя здесь, комфортно чувствуем. Поздравляю вас. Спасибо вам. Работа по переселению из ветхого и аварийного жилья будет продолжена и дальше. Планы грандиозные. В ближайшее время переселенцы заселятся в дома на проспекте Зырина и в микрорайоне «Новая жизнь». Всего благодаря поддержке региона и федерального центра в 2022-2023 годах переселят 419 человек из 9 аварийных жилых домов. На сегодняшний день мы уже приобрели 120 квартир. 8 жителей выразили намерение получить возмещение за свои жилые помещения. А еще 36 квартир будут переселены в рамках измельченного нами договора о комплексном развитии. Это жители, которые проживают сейчас в аварийных домах на территории поселка Уксэм. Для тех, кто заедет на востройки, обустроят всю необходимую инфраструктуру. Это и транспортная доступность, и образовательные учреждения, и благоустройство.